Где вдохновляться для создания успешного интерьера? Конечно же, я могла бы сейчас эту тему сформулировать так, что самое основное вдохновение, которое получает дизайнер, это посещая международные выставки. И, конечно, мое выступление могло бы под эгидой рекламы визовых центров и составление маршрутов, как туда сейчас добраться. Но, зная все сложности, мы сейчас будем вдохновляться тем, что у нас на данный момент мы можем вообще... Да, и даже дело не в этом. Я, когда еще только начинала быть дизайнером, я всегда вдохновлялась, не обязательно со всеми этими поездками. Прежде чем начать свое выступление, раскрывать тему, я немножко расскажу о себе. С недавнего времени я с вот этим перепалкой, я не представилась, да, или представилась, извините, волнуюсь. Екатерина Плотникова. С недавнего времени член Союза дизайнеров-архитекторов, дизайнер интерьеров, интерьерный стилист, декоратор, художник, лучший дизайнер по сибирскому региону в 2019 году по версии Эль Декорейшн, вхожу в топ-200 дизайнеров по тому же изданию, по мнению, лучший дизайнер города Иркутска в 2021 году, ежегодный номинант премии Интериа Вордс, неоднократный победитель профессиональных конкурсов, это прям моя слабость, я обожаю участвовать в этих конкурсах, Пин Вин, национальный чемпионат по дизайну, Эль Декорейшн. Также имею публикации в федеральных изданиях, такие как Эль Декор и Салон Интериор. Вот, да, с выставками сейчас сложно, поэтому я расскажу свои варианты вдохновения. Я думаю, что вам будет интересно, потому как в первую очередь, даже, подожди, сейчас немножко опустим, немного о своих работах, да, допустим, чтобы вы представление имели обо мне. А вот одна из работ стала победителем у меня на конкурсе, который организовали декорейшн в коллаборации Дюровит, да, я заняла там второе место, задачей было использовать предметы фабрики Дюровит. Это тоже своего рода вдохновение. Все конкурсы для меня являются вдохновением, потому как ты, когда погружаешься в саму фабрику, в ее предметы, ты начинаешь придумывать, как их использовать, и, соответственно, планка, которая задается конкурсом, ну, как бы ты стараешься создать какой-то эффектный продукт, и это может быть чаще всего даже что-то нереальное, что, ну, как развязывает руки. Вот. Дальше была у меня работа, это площадка Пинвин, совместно с Римористой, и Рискерамикой, и Дизель. Был организован конкурс, я на нем заняла первое место. Это одна из моих тоже любимых и конкурсных успешных работ, одна из самых сохраняемых, один из самых сохраняемых интерьеров на хаус, на Пинтерест, на Пинвин, на площадке Пинвин заняла эта детская комната первое место. Вот это, этот же кадр, вот этот, вот именно вот этот кадр является самым, самым сохраняемым. Видимо, тут шкаф или что за интересное, он всегда поражается, потому что, кажется, все время есть какие-то более интересные картинки, но вот этот, он прям лидирует. Уже столько времени никто не переплюнул. А один из реализованных проектов, вот эта ванная комната, он у меня также собирает, собирает, была реализована в 2017 году и продолжает собирать разные, участвовать в премиях и получать призовые места. Это я показываю для немножко представления о себе, чтобы у вас обо мне сложилось, да. И понятно из того, что я перечисляю, что я люблю работать в разных стилях. Ну, то есть, допустим, это может быть и классика, и абсолютно какой-то минималистичный интерьер и совершенно разные бюджеты. Это именно берется от того, что я вдохновляюсь абсолютно, абсолютно всем. И первое, что основное вдохновение, которое, мне кажется, берется за основу, да, если мы не посещаем выставки, то мы в любом случае вдохновляемся мировыми фабриками. Это те же самые сайты. Уже у фабрик сформированы интерьеры, над которыми поработали известные дизайнеры. Поэтому это просто кладезь материала, когда мы не можем никуда поехать. И я в начале выступления хотела сказать, что в начале своего пути я была убеждена, что ездить-то никуда и не нужно, потому что весь материал, он представлен в интернете, и только нужно уметь им пользоваться. Это потом уже сейчас кажется, что нам кислород перекрыли, и вот нам не будут обрать эту вдохновенную пыльцу. Поэтому возвращаемся, возвращаемся к истокам и вдохновляемся фабриками, потому как над ними, допустим, здесь сейчас представлен Марсель Вандерс, Жан-Мари Массо, для Миноти, сейчас забыла вот этот вот левый нижний угол в очках, забыла, как зовут, Винсет Ван Дуйсен в правом верхнем углу, то есть вот эти вот люди, я сейчас вспоминаю, как Миноти из этого дизайнера, который в основном с Миноти работал, не в основном, а много сделал для Миноти, может, вы кто-нибудь помните, как зовут вот этого в левом, в левом нижнем углу, выпало из головы волнение, прошу прощения, вспомню, к тому, что уже все проработано и интерьеры у всех этих фабрик просто сложены, слажены на гребни волны, с чувством невероятного стиля, просто нужно уметь пользоваться и все время ими вдохновляться. Допустим, для себя я выделяю, есть определенные фабрики, которые в минимализме все время работают, и создавая такой интерьер с таким запросом, я в первую очередь буду их листать. Также могу выделить классические или я их мими называю, это какие-то такие гламурные, детские, бантиковые, с бантиками какие-то интерьеры, и кич, дурацкие, веселые. Также можно кухнями отдельно вдохновляться, гардеробными и детскими. Вот. Например, фабрика Минотти. Минотти, посмотрите, какие выверенные интерьеры, да, я вспоминаю этого человека, дизайнера, выпало из головы, то есть это минимализм, это всегда будет такая красивая конструктивная форма, коробка, отделка, а прям на гребне, да, четко расставленный форм. Рудольфа Дардони, спасибо большое, да, Рудольфа Дардони, да. То есть, глядя на вот эти интерьеры, вот можно просто брать и выполнять этот интерьер в минимализме. А следующая фабрика, которая, которая в такой же стилистике, да, но она уже более, то есть, если говорить о меноте, она более такая сдержанная, четкая, конечно, со своей стилистикой, узнаваемая достаточно. То полиформ, сейчас то, что мы видим на картинке, тут немного другие формы, но тем не менее, это вот минимализм, модерн, если мы хотим напитаться интерьерами, да, такими, это именно полиформ. И, конечно, допустим, полиформа, а преоблад, допустим, работают уже тот же самый на фотографии мы видели Жан-Мари Массо или Марсель Вандерс, да, то есть, тут совсем другие формы и интерьеры. Также в полиформе, если мы будем рассматривать презентации полиформа, то очень хорошо заметить, насколько они работают с пространством, вот эта вот композиция, планировки, как у них, допустим, гардеробные, спальни, переходят, то есть, вот это вот зонирование шкафами или там какие-то, какие-то, не знаю, островные предметы, вот прям, если прорабатывать весь материал этой фабрики, то ты просто, во-первых, напитываешься, получаешь вот этот опыт насмотренности, прям, прям интересно, я ее очень сильно рекомендую, вот это, о чем я говорила, и к тому, что полиформа, это та фабрика, в которой мы можем вдохновиться как гардеробными, композициями, расположением, также кухни, гостиные, очень красиво у них все это дело оформлено, и спальни, переходящие в гардеробные, просто кладезь идей, я, конечно же, здесь очень фрагментарно сделала выборку, да, потому что я, так можно рассказывать и рассматривать все вместе, но у нас еще время ограничено за счет того, что я потерялась на какой-то момент, а вот о чем я говорила, что полиформа просто вдохновляющая идея для кухонь, и еще составить базу, вдохновляющую для себя по каким-то параметрам, да, допустим, как я говорила, минимализм, классика, это еще отличное руководство, выдержка, это на сайте, да, это можно на сайте, я потом отвечу на вопрос, а то я сейчас буду отвлекаться сильно, а вообще у каждой, вы записываете фабрики, и вот именно у этих фабрик, которые сегодня у меня в повествовании, отличные сайты, у полиформа даже было приложение, прям там картинки, очень круто все разработано, поэтому берите и пользуйтесь. Вот, и я вернусь к тому, что когда вы ориентируетесь в этих фабриках, приезжая даже на ту же самую выставку и салоне, мы понимаем, что первым делом нужно посетить именно их, потому как они являются законодателями и флагманами интерьерного дизайна, у них самые шикарные шоурумы, самые большие, ну, прям по площади, поэтому это все в параллели, очень хорошо работает, особенно, когда вы ориентируетесь, а не просто так, потому что на фабриках тоже можно просто время потратить и ничего не увидеть, не успеть увидеть. А такая же фабрика, не такая же, уже более сложная фабрика Бакстер, тоже возьмите себе на заметку, это шикарнейшая кладезь, потому как интерьеры Бакстер, это и минимализм, и модерн, и этнический, и они такие сложные по цвету, они абсолютно всегда выделяются, предметы мебели, которыми можно вдохновляться отдельно, это всегда у них, зачастую этот набук, цветовая гамма, ни у одной фабрики такой нет, ни у одной фабрики нет таких принтов, которыми тоже можно вдохновляться, и у них сложные интерьеры, непонятные каждому, но вот именно когда ты проникаешься этой фабрикой, ты просто начинаешь кайфовать даже от того, что они производят. И она еще, даже здесь, видите, какая сложная цветовая гамма, вот это еще один из интерьеров, еще классно очень, что эти фабрики показывают свои выставочные стенды, которые участвуют в выставках, это просто оформление наикрасивейшее, ты просто берешь и вдохновляешься композицией, композицией использования разных предметов, декора, растений, на этой фотографии сейчас нет растений, вообще бакстеры зачастую не бывают, хотя у минотипа больше всех растений всегда на стендах. Еще чем хорошо, что у фабрик чаще всего у, допустим, если говорить про бакстера, у них просто колоссальные мудборды, прям представлено, у них есть подразделение вкладка муд на сайте и там просто вот эти коллажи вдохновляющие, да, то есть концептуальные, можно просто берите, берите и делайте. Вот, дальше одна из моих любимейших фабрик это Максальто, тоже шедевральные, конечно, интерьеры, шедевральная мебель, если мы уже ее рассматриваем, понятно, что здесь идет такой симбиоз, чаще всего мебель она в таком минималистичном стиле или модерне, но она всегда представлена именно Максальто, мне нравится, что в таких кружевных интерьерах это такая какая-то неоклассика, фьюжн, да, вот прям совмещение, совмещение стилей, это всегда так вкусно, красиво, в общем, я когда смотрю, я заряжаюсь и прям хочется создавать такую красоту. вот это еще одна и картинка с Максальто, Максальто это получается у нас люксовая, ну как люксовая, B&B, потому что, ну то есть B&B и Максальто это одно и то же, по сути, потому что вот это вот следующее идет, это B&B, а B&B это Максальто, одна и та же фабрика, только Максальто, я так понимаю, что чуть выше, хотя уже куда, куда еще выше, вот, но вот здесь вот именно тоже вот эти шикарные интерьеры, которые у них представлены в каталогах, а и на сайте очень красивые, когда идет совмещение каких-то классических, у них классическая чаще всего коробка, и четкая мебель, такая модерновая, но еще уникальна, конечно, тем, что, ну допустим, фабрика Максальто, я не указала там дизайнера, здесь Антонио Четерио или Паула Навон, да, такими передовиками производства именно в этой фабрике, и еще хочу заметить то, что у каждого дизайнера, которого вы видите, когда вы заходите на фабрику, вот эту именно топовую, под каждым предметом будет написан дизайнер этого предмета, и, соответственно, набирая этого дизайнера в поисковике, мы можем проваливаться и дальше вдохновляться его творчеством, потому что это, ну, великие люди нашего времени работают с этими компаниями. Вот еще один пример компании B&B и красивейший интерьер. Так, дальше, переходим к классике. Если говорить о классике, то, конечно же, фабрика Савио Фермино, потому как я люблю работать абсолютно в разных интерьерах, абсолютно могу в любое направление влюбиться, Савио Фермино для меня является одна из фабрик, которая эталон классических интерьеров. Уникальна она тем, что все предметы мебели, мало того, что я сейчас покажу дальше кадры, да, ну, вот эти вот классические, классическая резная, совершенно шедевральная мебель, может быть выкрашена абсолютно в какие-то сумасшедшие цвета, вот, допустим, да, то есть это не то представление, когда, хотя, и если мы хотим Эрмитаж создать, то мы тоже вдохновляемся, в первую очередь, Эрмитажем, и потом можем с Савио Фермино перейти, подобрать какую-нибудь мебель. И то, о чем я говорила, мимишный интерьер, не ми, это тоже к Савио Фермино. Если хочется вдохновиться для каких-то зефирных детских комнат, а для малышей, для принцесс, Савио Фермино, это это просто просто кладезь, кладезь информации. Вот, это еще одна, один кадр. Скажите, а вот когда я вот так нажимаю, у вас тоже мешает вот эта нижняя строка? Я вот ее вижу, она мне прям не нравится. А стрелка я не могу. Так, ну вот, это Савио Фермино. Прекрасные зефирные детские комнаты. С сайтом у Савио Фермино не так все хорошо, сложно, но когда мы знаем фабрику, набираем ее в поисковике, на на удивление, на американском сайте Савио Фермино, но это какой-то, видимо, представитель, очень хорошо посмотреть работы, сохранить, скачать. Не работы, а фотографии интерьеров. Дальше одна из самых крутых и, возможно, даже самая крутая про Вази, классическая фабрика. Посмотрите, если интересуетесь, а, нет, ну хорошо, нет у вас нижней строки. Если интересуетесь классическими интерьерами и хотите создать вкуснейший классический интерьер, посмотрите про Вази. Просто чумовые интерьеры. На и-салоне я выделяю всегда два классических павильона, где ты можешь прям напитаться, не просто это будет какая-то выставка, это будут прям интерьеры, проработанные от и до, там, я не знаю, с какими-то веточками, с обоями, и это будет настолько вкусно, настолько даже не дорого, а так благородно и роскошно. Это будут про Вази. Это прям утонченная классика. Хотя на сайте у них есть такие комнаты а-ля китайские, какая-то китайская классика, но это тоже красиво, очень красиво, поэтому посмотрите обязательно. Так, а вот эта фабрика, которую я очень люблю, я их все люблю, я уже, наверное, 50 раз сказала, Ральф Лорен. Ральф Лорен, это можно сказать Пинтерест, потому как Пинтерестом я сильно не увлекаюсь, потому как знаю, откуда черпать информацию, да, и даже если я захожу в Пинтерест, я туда наберу, допустим, Ральф Лорен, и уже дальше буду по, ну, как вот, он начинает предлагать эти подборки похожие, да, то есть только таким образом, а не тупо заходишь, и там, интерьер ванной комнаты, и тебе вжух, непонятно вообще, откуда интерьер и ванной комнаты, но сейчас не о Пинтересте, а о Пинтересте в переносном смысле, да, у Ральф Лорен просто обалденные интерьеры в плане комплектации декора, аксессуаров, композиции, мебели, и настолько разные стилистические направления, я сейчас не сохраняла, конечно же, все картинки сюда, потому как там просто, там это может быть какие-то роскошные, шикарные, гламурные интерьеры, или как вот этот какой-то в стиле, не знаю, шале или не шале, какой-то Шерлока Холмса интерьер, да, и он будет разобран, то есть это прям декораторская история, прямо они такие насыщенные, и когда ты, и там сайт очень удобно у них создан, у них прям по направлениям, типа коллекция, и заходишь в коллекцию, и там не то, что тебе просто предметы мебели, там выпад, вываливаются, выпадают картинки, картинки готового интерьера, которые ты можешь разобрать на части, да, ну то есть вот, допустим, что мы видим здесь, диван, подушки, плед, подсвечники, картина, корзина, картонка, маленькая лошаденка, светильники, и то есть мы это все можем собрать, это прямо видно, из чего мы получили такую красоту. Это касается Ральфа Лорена, дальше у них идут сервировки, сервировки тоже сразу же понятно, из чего она собрана, там салфетки, эти кольца для салфеток, подсалфетники, посуда, абсолютно все, просто, просто берешь и вдохновляешься, если кому-то, конечно же, по стилю это подходит, хотя у них от вот такой, от таких сложных интерьеров есть прям минимализм или такие кантри какие-то, истории, даже не то, что кантри, а вот какие-то, знаете, такие морские, когда там минимум каких-то деталей среди земноморья, то есть вот это какой-то будет зимняя деревушка, типа шале, да, там прям зима за окном, а могут быть какие-то прям такие террасные истории, где просто мебель какая-то плетеная, прям очень сильно рекомендуем, вот это все оттуда же, да, то есть обратите внимание, это была интерьер весь в этой стилистике, то есть какая-то кабинетная история, черный, кожный, прямые, коричневые, кожаные материалы, черные элементы, прямые, строгие формы, в этой же стилистике спальня, и потом дальше гостиная, и видно, как меняются предметы, весь декор, как меняется, прям, прям я туда попадаю и растворяюсь. Дальше подходим, мы подошли, китч дурацкий, тоже очень люблю эту фабрику муи, когда хочется каких-то красок, то есть это по стилистике совершенно мы перешли в другое направление, потому как, я говорю, есть у нас минимализм направления, есть у нас классические интерьеры, чем мы вдохновляемся, и дальше, допустим, одно из направлений, это китч, китч, это такое сумасбродство, когда хочется каких-то веселых, ярких красок, непонятных предметов, прям, игривого настроения, то, конечно же, это будет фабрика муи, и на том кадре, где были представлены дизайнеры, это, конечно же, Марсель Вандерс, мало того, что можно смотреть на его фотографию, просто и вдохновляться, но также вот эта фабрика, это прям, она, по-моему, ему даже принадлежит, и большинство предметов созданы именно им, поэтому обратите внимание на сумасбродство муи, вот, это тут тоже, тоже слайд оттуда, это просто, ну, просто я всегда, если мне нужно использовать, ну, допустим, придумать какую-то детскую, детская, это будет не ми-ми, а вот, ну, какой-то живой, такой свежий материал с какими-то причудливыми, ой, материал, причудливый интерьер, с причудливыми формами, то первым делом я буду смотреть муи, муи, мало того, что предметы интересные, но еще и подача, подача, у них еще есть направление ковры и обои, и это все представлено, сразу представлено, как это все вместе работает, ты просто, когда заходишь туда и нажимаешь кнопку, по-моему, инспирация там, нет, интерьеры, ну, в общем, когда находишь эти интерьеры, просто хочется творить что-то сумасшедшее, какие-то джунгли с обезьянами, чтобы все вылазили, потому что у них вот эти вот обои, такие сумасшедшие ковры и названия такие же причудливые, допустим, вот этот стул, который беленький сушками, сейчас, где стрелочку, здесь вот, сейчас покажу, вот этот вот стул, называется он монстр, да, в этой же коллекции, посмотрите, есть ковры, ковер монстр, просто сумасшедшее, сумасшедшее, все красиво, и хочется, хочется жить в таких интерьерах. Дальше в этом же направлении, в этом же направлении идет фабрика Кибу. Я ее тоже очень люблю, потому как у нее такие же, ну, такие же, нельзя сравнивать их с Мой, они абсолютно разные, но вот именно если хочется яркости, красок, причудливых предметов, то, пожалуйста, посмотрите, мало того, они очень классно работают с пластиком, то есть здесь представлено просто настроение фабрики, это такие яркие прям цвета, у них и предметы мягкие, сейчас у них тоже ковры появились, вот эти вот диваны, не так давно, но сейчас они есть, вот эти вот все стеллажи, вот эти полки странные, и этот слайд я именно разместила первым представлением этой фабрики, чтобы вы понимали, насколько она яркая, красочная, большой, вот эти ковры новые, это женщина, сохраняется не очень хорошо, там сайт, сайт работает, но можно все понять, вот о чем я говорю, что они очень круто работают с пластиком, с пластиком и с размером, если вот эта горилла, мы ставили ее в интерьер детской комнаты для мальчика, она есть в маленьком в таком размере, можно просто как декоративный предмет поставить на полку, и есть эксель размеры, и точно так же интерьерные и аудор, да, а уличные, уличные вообще будут огроменные, можно, конечно, и в большое пространство какое-то внутреннее, да, поставить, но также вот эти вот интерьерные истории, что прям такие большие предметы, которые прям арт-объектами будут служить в интерьере, у них вот эта обезьяна, у них, я думаю, что, так, это сейчас немножко другое про нее расскажу, у них есть и жирафы, и черепахи, и просто обязательно посмотрите и примите к сведению и используйте, просто красивейшие вещи. Еще одна из причудливых фабрик, но она не настолько причудливая, я ее очень люблю за предметы. Это, знаете, для себя, я помню, была на лекции, на одной из лекций, там я не могла никогда определить вот этого понятия фьюжн, кич, а нет, сначала идет эклектика, потом фьюжн, потом кич. Какая разница? И когда спикер объяснил, говорит, эклектика, это мы взяли и смешали, фьюжн, это мы добавили водки, а вот когда мы все это дело взболтали, у нас получился кич. Вот эти вот все, конечно, муи, кибу и занота, я, конечно, думаю, что это взболтали все. Взболтали и именно они такие веселые интерьеры, интерьеры и фабрики с этими предметами. занота прекрасна тем, что тут есть такие культовые предметы интерьера, как вот сейчас я смотрю, вот этот вот, я стрелочку сейчас возьму, вот видите, вот такие предметы, придурковатые, да, никому непонятные, но они делают интерьеры и задают ему настроение. Именно заноте, и у заноты очень много работ Акили Кастильоне, невероятная личность, я думаю, что вы все знаете его предметы, допустим, он очень много работал для флосс, арка, вот у него это известная лампа, которая вот эта гнутая, да, такая, вот она именно как арка с вот этим плафоном, это история как будто бы уличного фонаря, и у заноты есть его предметы, вот эти, допустим, это просто сиденье, и у них своя история, и когда ты знаешь вот эту историю, может быть, просто так, я никогда бы внимания-то не обратила на эту фабрику и на вот эти причудливые предметы, когда ты не знаешь истории, но когда ты проникаешься личностью, да, я читала, что именно вот этот предмет он создал тогда, когда разговаривал по телефону, по телефону и присел на велосипед, то есть раньше в квартирах, в коридорах стояли велосипеды, да, он просто присел на телефон и вот так вот качаясь, сидел, подумал, а почему бы не сделать такую удобную сидушку, как вот это вот сидение, то есть здесь идет такая металлическая сфера, оно всегда качается, в интерьере детской комнаты я однажды использовала, долго согласовывала, потому что донести, что это нужно очень сложно, что вам это именно нужно для интерьера, но у Занотты в этих всех интерьерах они вроде бы такие слаженные, простые, ничего кричащего, но опять же будет вот эта добавка, такой прям вот что называется изюмом, именно это история Занотты, и если вы записываете, запишите себе эту фабрику, посмотрите и посмотрите Акили Кастильоне, его историю, так, дальше, еще одна картинка из Заноты, и здесь представлен, вернее, на то, что я обратила внимание, говорить о предметах, здесь опять же предмет Акили Кастильоне, да и посмотрите, как собран интерьер, абсолютно сумасшедший, да, но все культовые предметы использованы и как интерпретированы, вот этот вот мезарду, мезарду, вот этот вот стул, это тоже такая шуточная история, вообще Акили Кастильоне говорил всегда, что задача дизайнера состоит в том, чтобы вызвать любопытство, вселить радость и взбудоражить чувства, и своих предметов он именно вот какие-то, какую-то такую забаву доносил, здесь он просто взял сидение, вдохновился сидением от трактора, оно есть, кстати, у них в красном цвете, по-моему, вот именно такой культовый, она идет в красном, вернее, в оригинале в красном цвете, а уже потом фабрика стала использовать цветные разные вещи, ну и вот столы, обратите внимание, реал этот стол тоже очень известный, вот, про фабрики, наверное, я вообще, возможно, затянула, Елена, напишите, пожалуйста, сколько времени у меня еще осталось, а то я до спикера следующего не дотяну, вернее, время могу потратить, а я даже, когда переходила, вот от Заноты к Кокеле Кастильоне, что в основном-то мы вдохновляемся всегда людьми, их творчеством, даже эти фабрики, это всегда за ними стоят люди, за всем, за всем, что происходит, всегда стоят люди, да, а Рудольфо Дардоне, я его не забыла, я просто у меня выпугала из головы, Марсель Вандерс, там, разные другие, и точно так же можно вдохновляться своими, не статусе себе кумира, да, но все равно, когда мы вырабатываем насмотренность, мы ориентируемся, кто у нас в мире является эталоном, что ли, эталоном, какими-то топовыми, топовыми дизайнерами, самые первые в рейтинге, да, их, у меня всегда сидит большое количество дизайнеров, я сейчас здесь всего выделила, допустим, Келли Хоппен, Келли Вестлер, Аксель Вервард и Барбара Берри, что хочу сказать, допустим, Келли Хоппен, да, все знают Келли Хоппен, ну, вернее, если даже, если кто-то не знает, это всегда идет нейтральная роскошь, нейтральная роскошь, за ней просто этот статус такой закрепился, что она мастер нейтральной роскоши, это идут прямые формы, сочетание классное предметов декора, проглядывается всегда композиция, особенно если гостиная, вот она такая четкая, также у Келли Хоппен есть свои книги, она прям открыто делится, есть у нее книга, прям называется мастер-класс, где она делится прям составом своего проекта, допустим, на разборе гостиной, из чего ее эта гостиная складывается, чем она руководствовалась, чем прежде получить, ну, вернее, из чего все это собралось, ну, как бы, как этим не вдохновляться и не учиться, потому как насмотренность, она является мастерством своего рода, ну, одним из компонентов мастерства. вот это еще один пример Келли Хоппен, Келли Веслер, Келли Веслер, это просто театр, театр, которым, то есть именно она, ну, она даже тут я написала, является королевой американского гламура. Гламура, китча, сумасбродство, это совершенно сумасшедшие сочетания, невозможно, если говорить о вдохновении, не вдохновляться и не восхищаться, насколько она смело сочетает разные формы, материалы, прям видно никаких правил. Конечно же, в первую очередь она как личность невероятно интересная, красивая, харизматичная, но интерьеры у нее просто волшебные в плане, ну, в плане комплектации, ну, комплектации в плане того, что совершенно, казалось бы, не подходящий друг другу предметы, они собираются в интерьер и получается какая-то такая невообразимая картинка, которую хочется разглядывать и наслаждаться. Поэтому это идет, конечно же, Келли Хоппен. И вот это, о чем я говорю, да, о сумасбродстве и прям такие кричащие и расцветки, и предметы. То есть это не такое, не какое-то спокойствие, как, допустим, если сравнивать с Келли Хоппен. Это Келли Веслер, я, видимо, ошибаюсь, да. У Келли Хоппен, если будет у нас все четко, прямо, прям по текстурам все так похоже, близко, жемчужно, серообразно, с какими-то графичными вставками, да, бывают, конечно, яркие пятна, то Келли Веслер, если мы хотим буйство красок, вот прям чем-то таким вдохновиться, чтобы что-то такое критящее, чтобы можно было, понятно, я имею в виду использовать, то есть здесь как раз можно было фабрику из Анотто и Муи, вот что-то такое сумасшедшее это собрать. И вот эти уже ее яркие полосатости в предметах, они прям прослеживаются и, ну, видя, видя вот этот, допустим, кадр, я бы сразу поняла, что это Келли Веслер. Вот. Дальше, если нам хочется, если мне хочется голливудского шика, это Барбара Берри. Барбара Берри, она считается, как будто, ну, даже не то, что как будто, то есть, если в мире моды это Коко Шанель, то в мире дизайна интерьеров это Барбара Берри. У нее очень утонченный интерьер классический, если мы говорим о Барбаре Берри, мы подразумеваем не Бакстер, а Бейкер. Бейкер-фабрику, тоже ей можно вдохновляться спокойно, потому что там очень красивые композиции и если именно вот в этой какой-то стилистике такая некричащая, элегантная, сдержанная классика, такие акварельные тона, у нее даже тоже есть книга и она очень любит, то есть у нее всегда вот эти зарисовки, первые эскизы, они идут чисто акварельные и вот эти вот переходящие тона, перетекающие мокрые акварели, да, она перекладывает в свои интерьеры, ну, то, что касается по цвету, потому что по форме это всегда какие-то четкие, четкие такие выверенные прям формы, прям все такое и не то, что на грани уныния, да, ну, как бы это не скучно, а это супер элегантно, вот за ней закрепился тоже, закрепилась вот эта нова голливудского шика, это еще один из ее примеров, то есть вот эта спальня, вроде бы она с такими яркими какими-то акцентами, я бы, может, не сказала сразу, что это Барбара Берри, но все равно вот эти вот формы и предметы интерьера Бейкер, ну, прям у нее, я не знаю, я смотрю очень много она интерьеры, ну, понятно, она придумывает мебель сама, точно так же, как и Келли Уэстлер и Келли Хоппен, все разрабатывают свою мебель, но у Барбара Берри она очень-очень активно работает с Бейкером, вот, а вот это дизайнер, архитектор, это Аксель Вервальд, и это просто невероятный человек, тоже сразу, я его не сразу для себя поняла, для себя открыла, это именно, наверное, или до него нужно дорасти, или как-то подготовиться, но я бы рекомендовала его посмотреть, почитать о нем, потому что, опять же, интереснейшая личность, у него невероятные интерьеры, они, это прям философия, тут написано философия искусства и жизни, и полнота пустоты, то есть, если хочется вдохновения именно какого-то такого вабисаби, ну, прям вабисаби, такого простора, какого-то, потому как, вдохновляясь Аксель Вербордом, да, мы можем вот этот вот минимализм, прям, прям минимализм не воспринимать буквально, да, допустим, то, что он любит, он любит использовать вот эти естественные какие-то бетонные стены, наполнять такими предметами, которые с историей, вот именно, они такие настоящие, любит совмещать вот эти какие-то деревенские мотивы с японскими, то есть, вот эта вся прямота вот этих линий, но мало того, что я в следующем слайде покажу, насколько он сложный, сложный архитектор и многогранный, а если мы посмотрим, да, то есть, вот здесь, это еще не самый простой, потому что у него есть книга в Абисаби, а я ее не сразу поняла, потому как там интерьеры, казалось бы, просто черная комната и какой-то, какой-то каменный диван стоит, да, и ты думаешь, ты всю эту книгу приобрела, там смотреть-то как будто бы нечего, вот именно нужно прочувствовать это все на уровне чувств, вот этого простора и какой-то меланхолии, какого-то воодушевления, безмятежности, вот именно безмятежный интерьер, я бы, наверное, так их назвала, и, конечно, красота в несовершенстве и подлинности, потрясающе, я всегда, когда о нем думаю, у меня мурашки по коже, потому как именно насколько он чувствует и своими работами показывает, как все натурально и без каких-то прикрас, хотя у него есть интерьеры, он настолько многогранен, у него есть абсолютно классические интерьеры, потому как он антиквар в первую очередь, у меня уже, все, я уже пошла, сейчас, сейчас все это говорю, так, это то, что касается акселя Верварда, вот я о чем говорю, что насколько он многогранен, и искусствовед, и собиратель, то, что он даже о барокко говорит, барокко мы используем в интерьере не для того, чтобы показать свой статус и богатство, а мы приобретаем, ну понятно, они приобретают настоящие вещи, чтобы оценить мастерство того времени и прям пропитаться этим, вот, так, я быстренько подвожу итоги, вдохновляясь, вдохновляясь фабриками, вдохновляясь людьми, мы также продолжаем вдохновляться книгами, и лучше сначала начинать со сборников, потому что в каждом сборнике собрана масса великих архитекторов и дизайнеров, и проваливаясь в него, ты можешь прям выбирать и дальше уже узнавать эту личность, узнавать эти работы. Здесь у меня чисто, допустим, два этих у меня есть еще другие, но я бы рекомендовала посмотреть в первую очередь эти. Ну и все, остальное, конечно, если не хватит фабрик, то есть Pinterest, House, Behance, мировые сайты, издания If Decoration, AD, и интерьерные ресурсы, все для вдохновения нашего. Вот, такая история. Всем спасибо, я так понимаю, у меня это